Добрый день! Сегодня анбоксинг. Это кубик от компании MF8, ну или MF8, под названием Crazy Unicorn. Выпущен в цветном пластике, есть модель из черного пластика. Посмотрим, вот у нас базовая модель Unicorn, и вот уже Crazy Unicorn, та, которая вот эта. Есть тут еще всякие Cubicopter, вот этого в продаже не видел, Curvicopter 3, и Dual Axis Cube. Такое у меня есть, такого нет. Не помню продается или нет, но по крайней мере не покупал. А Unicorn и Crazy Unicorn, это вот очень хорошие, как по мне, головоломки. Вот обычный Unicorn, единорог. Здесь сквозь стикеры просвечивается лого MF8, и эта головоломка мне очень нравится. Достаточно приятное вращение. Напомню, что здесь вращаются вот так вот уголки. И можно очень интересно перемешивать. Решается интуитивно, чем-то похоже на сборку 4х4. То есть сначала собираем центры, потом собираем ребра, потом решаем как 3х3, и при необходимости решаем паритет. Когда-нибудь сделаю обучающее видео, уже там практически все разработано. Как-нибудь будет. Рекомендую. Поэтому, я недолго думая, приобрел и Crazy версию. Crazy, это значит, что у нас есть кружок, на котором элементы могут быть фиксированы, могут быть не фиксированы. Если мы повернем, мы видим, что здесь элементы фиксированы. И это, ну, добавит сложности головоломки. Вращение. Ну, в принципе, для Crazy версии очень даже неплохо. Изначально кубик был в целлофане еще завернут. Но когда я его вскрыл, собирался записывать видео, он был настолько жирный, что я решил немножко подождать, пока излишки смазки выветрятся. Я, в общем, ни разу не перемешивал. Пока вот первое вращение, как есть. Что я уже понял, это то, что он собираться будет, ну, не совсем так, как обычная версия. Что я понял еще? Если сделать здесь 6 пиф-папов. Три. Четыре. Пять. Шесть. То все вернется на свои места. И это, наверное, хорошо. Хотя, не знаю. Небольшие затруднения при нескольких вращениях. То есть, вот так вот сделать несколько. Каждый следующий ход чуть тяжелее. Но я думаю, это преработается. Изначально сам Unicorn тоже вращался похуже. Но потом притерся. В нем не так много сборов, но вращается хорошо. Ну, crazy-версия. Что здесь стоит отметить? Как и на предыдущей, ну, базовой модели, здесь вращаются не все углы. То есть, один угол, второй угол, третий угол и четвертый угол. То есть, углы своим вращением не могут обменяться элементами. То есть, они не дотягиваются. То есть, это не два соседних угла, а всегда два противоположных, если рассматривать одну грань. Из восьми углов вращение обладает только четыре. Ну, вот такая вот особенность. Она, наверное, даже упрощает сборку. Ну, если вращать дальше, будем получать что-то вот такое. Форму головоломка не меняет. Но есть crazy элементы. Причем, вот эти элементы зафиксированы на каждой грани. Если я правильно понимаю. Давайте проверим. Белые. То есть, мы вращаем драмь, а центральный элемент остается на месте. Синяя зафиксирована. Красная. Длинная. Оранжевая. И желтая. Все зафиксировано. Ну, хорошо. Также напомню, что на обычном Unicorn для того, чтобы качественно перемешать, нужно сначала вращать уголки в рандомные стороны. Потом перемешивать, как 3 на 3, но только с двойными оборотами. Почему с двойными? Потому что дальше мы можем еще вращать уголки. А если мы будем делать повороты на 90 градусов, то вот этот угол мы уже вращать не сможем. Поэтому сначала уголки, потом двойные движения. Можно еще в уголки. И когда уже надоест, нужно перемешать, как 3 на 3, рандомно. Ну, чтобы собиралось интереснее. Ну, теперь как-нибудь. И вот получился перемешанный Unicorn. Сейчас мы то же самое сделаем на Crazy Unicorn, который я собирать не умею. Ну, зато он, наверное, будет хорошо выглядеть. То есть у меня уже повернуты уголки. Делаю пока двойные движения. Несколько. Главное не отменять уже сделанные. Давайте еще повращаем уголки. Пока все еще вращается. Повращаем еще двойными движениями. Да, еще немножко повращаем углы. Вот мне так хочется. Вот тут не все центры разбились. И вот что-то такое у нас получилось. Ну, а дальше перемешаем уже рандомными движениями на 90 градусов. Он до сих пор вполне достойно вращается. Думаю, если еще смазать. Хотя, пока смазка тут еще в избытке. Ну, когда немножко притрется, будет вращаться лучше. А так неплохо крутится. Вот так вот выглядит Crazy Unicorn в перемешанном виде. Надеюсь, я его смогу собрать в ближайшее время. По размеру он побольше обычной трешки. Больше похож на 4х4. Он едет 62 миллиметра. Достаточно увесистый. И, надеюсь, интересный. Попробуем собрать. Достаточно качественная головоломка. И если она даже чуть сложнее, чем обычный Unicorn, то она того стоит. Но поскольку здесь 6 Crazy элементов, я думаю, она посложнее. В общем, будем собирать. Рекомендую. А на этом все. Всем спасибо. Всем пока.